Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня хочу с вами поговорить о том, как можно снять комнату в Великобритании. Был такой комментарий, поэтому я обязательно на все ваши комментарии, или я отвечаю. Если есть возможность, то я даже специально делаю для вас видео. Почему именно комната? Почему не дом, не квартира? У меня на канале есть видео, как снять жильё в Великобритании. Немножечко сейчас вспомним такие самые основные моменты. Для того, чтобы снять дом или квартиру в Великобритании, вы должны проработать три месяца в компании. И поэтому многие, когда только приезжают в Англию, они не могут снять жильё сразу. Но это просто нереально, это невозможно. Надо обязательно, во-первых, устроиться на работу, да ещё и проработать три месяца в компании. Потом оформить документы, и порой проходит несколько месяцев. Только тогда вы можете снять отдельное жильё. Поэтому все начинают с комнаты. Это не совсем удобно, может быть, это не совсем комфортно. Даже может быть, немножко непривычно для нас. Но все с этого начинают. И мы с мужем не исключение. Мы тоже вначале жили в комнате, где общая кухня. Если повезёт, у вас будет в комнате свой душ и туалет. Но кухня, как правило, бывает на 100% общая. И меня спросили, какие же условия. Вот, например, если снять жильё, то там есть определённые условия. Если нужно предоставить вам зарплату за три месяца, да, вы должны показать, что вы в компании хотя бы один человек, то в комнату снять, ну, конечно, намного-намного легче. Уже не требуется, чтобы вы работали в компании. Вы должны просто вовремя платить за жильё. Поэтому намного-намного проще. Особенно если человек один. Часто так бывает, что люди сюда приезжают. Например, муж первый приезжает. Он сначала работает, находит место в компании для того, чтобы его взяли. Да, именно такое рабочее место находит. И потом снимает жильё, и впоследствии уже приезжает семья. А так вот, если сразу всей семьёй приехать, муж, жена, дети, ну, это очень сложно. Но вряд ли кто-то вас возьмёт в комнату, чтобы вы вместе с детьми жили. Ну, бывают случаи, но это очень сложно. Сейчас даже комнату не так-то просто найти. Поэтому, как правило, ну, не требуется никаких условий. Единственное, что просят депозит, это заплатить за одну неделю вперёд, или, может быть, за две недели вперёд. Вы платили за одну неделю. Получается, вы должны заплатить за одну неделю вперёд и одну неделю как экстра дополнительно. Но когда вы уже будете съезжать с этой комнаты, то последнюю неделю вы будете жить просто бесплатно. Ну, или, если, например, вы что-то сломали, то, конечно же, вам депозит возвращаться не будет. Это будет в счёт ремонта то, что вы там, может быть, испортили. Поэтому хозяева так себя немного страхуют и берут депозит. Но иногда, конечно, бывает и больше депозит. Ну, просто вот лично наш опыт, ну, это было почти пять лет назад, ну, не пять, четыре с половиной года назад, то, конечно, нас брали только за одну неделю. Кто-то за месяц может, кто-то за одну неделю. Здесь такая система в Англии, что в основном комнаты все платят по неделям. Вы заплатили и живёте неделю. Вновь заплатили, допустим, пятницу. Вот в пятницу вы заплатили и живёте до следующей пятницы. Ещё раз в пятницу заплатили и до следующей пятницы. Но в основном все так вот. Мы тоже помним в пятницу. Ну, кто по-разному. Наверное, только до въедет. Если вы въехали в понедельник, то с понедельника по понедельник. если вы въехали в среду то со среды до среды вот но какие же цены на комнату сейчас я вам расскажу ну конечно же цены всегда всегда разные все зависит от того в каком вы городе живете я говорю про наш город значит у нас в среднем идет за комнату 85 90 95 и даже 100 фунтов но если у вас свой душ и туалет то меньше 100 фунтов в неделю вы не сможете найти получается где-то в месяц 400 фунтов но учитывайте что в месяц 28 дней еще остается два или три дня то это даже выходит не 400 фунтов если примеру 100 да а там может быть 420 440 но приблизительно да если два дня то чуть меньше если за три дня чуть больше вот вот так вот но если например живут вдвоем бывает муж и женой как вот мы с мужем то может быть и 110 и 120 фунтов дороже может быть и дешевле в лондоне соответственно конечно намного дороже по моему там 130 идет комната на 1 очень дорогой лондон и часто меня спрашивают комментарии что советовали ли вы нам жить в лондоне но решайте сами жизнь очень дорогая если вы в лондоне найдете хорошую работу высокооплачиваемую то конечно а если нет то все деньги конечно же вы будете отдавать за жилье и что еще немаловажно за проезд например если в нашем городе вот у меня работа пешком 30 минут ходьбы то мне не нужен транспорт мне не нужно тем не метро даже автобус да жизнь в лондоне очень дорогая и это факт но теперь поговорим о том где можно найти комнату в англии вообще жилье найти непросто я вам сразу скажу но все таки но люди же приезжают и люди находят жилье если например вы уже проработали три месяца и вы хотите снять дом то надо вам конечно обратиться в агентство но в отношении комнаты чаще бывает что люди просто спрашивают друг друга может быть через знакомых через друзей а также многие находят жилье на фейсбуке поэтому если вы планируете сюда переехать то обязательно зарегистрируйтесь в разных в разных группах но есть группе там на телеграме может быть но у меня там нет таких групп но вот на фейсбуке есть пример очень хорошая группа но она может быть в отношении жилья а иммигранты у кей может какие-то вопросы там можно задавать а так вот ищите такие группы как н норхэмптон например русский в норхэмптоне или украинцы норхэмптоне или может быть где-то в ливерпуле или русскоговорящие там не за в лондоне но таких много много разных групп поэтому если вы будете искать такие группы то там частенько бывает что люди предлагают свое жилье ну комнату допустим но не обязательно ждать когда кто-то поставит объявление в принципе можно самому написать и часто люди так тоже находят жилье это собачка около меня на можно просто что ищу комнату еще много много раз слышал о том что например говорили вот мне нужна именно комната с первого числа например с первого ноября или с первого декабря вот такой вот совет вам дам я рассказала вам что я лично сама знаю может быть я что-то забыла или может быть я что-то упустила поэтому обязательно пишите в комментариях свои вопросы то я постараюсь обязательно на них ответить и как говорится кто ищет тот всегда найдет конечно это может быть возникнут какие-то трения это бывает между людьми потому что когда люди живут в одном доме но в начале нужно просто к этому относиться так ну попроще что это просто временно вы пока живете с ну с разными людьми и вам нужно пользоваться может быть и общем туалет и и общей кухне но такова жизнь в англии но со временем все меняется жизнь меняется в лучшую сторону если у вас есть терпение то со временем все будет хорошо я могу сказать это на своем личном примере начало было непростое потом все становится легче легче и легче и уже со временем вы даже не хотите уезжать из этой страны потому что часто я вот общаюсь с людьми которые недавно переехали тяжело им вначале им не было непросто но потом если человек все-таки останется то со временем все будет хорошо поэтому я вам это гарантирую потому что я сама здесь живу уже шесть лет и конечно сейчас уже намного намного лучше потому что ты привыкаешь ты уже потом можешь себе позволить отдельное жилье но для всего нужно время еще раз вас хочу поблагодарить что вы со мной что вы меня смотрите задавайте вопросы не стесняйтесь на все ваши вопросы отвечаю если например даже чего-то не знаю обязательно с кем-то проконсультируюсь узнаю и отвечу всего вам самого доброго всего самого хорошего до новых встреч вы на канале то не за англии увидимся уже в другом следующем видео